Добрый день, сегодня у нас GAN 356R Это бюджетная модель компании GAN И хочу эту компанию похвалить Сделали совершенно правильно, выпустили хорошую бюджетную модель Не все могут себе позволить кубы за 34000, 356X, SM А GAN хватится многим Поэтому почему бы и нет Они взяли кубик, который имеет строение, похожее на топовые модели То есть если видно на камере, вот те же самые соты На всех топовых моделях от GAN Сделали дешевую версию То есть один комплект гаек Никаких тут сменных магнитов Никаких в принципе магнитов здесь нет Положили в коробочку ключик Положили свою стандартную большую портянку инструкцию Тоже многие любят Никакого тут бокса стеклянного пластикового Дешевая упаковка И соответственно цена GAN снизилась То есть этот GAN мне обошелся вообще рублей 600 Я его совершенно не собирался покупать Но решил взять за компанию Поскольку я не покупал 354, так как он мелкий для меня Я его попробовал покрутить Он мне не понравился Хотя куб хороший, там все такое Но руки мои достаточно крупные И уменьшать размер трешки совсем не хотелось Они и так не особо большие сейчас 56 мм стандартные Ну а 356Х Я еще думаю купить не купить Как бы особого желания нет Я небольшой любитель фирмы GAN Я считаю что их кубы вполне достойны И сейчас в принципе из современных моделей GTS 3M Cloud Power M Ну и 356SM X Сложно что-то выбирать Они все хороши У них только какие-то свои особенности Здесь уже нужны исключительно личные предпочтения Кому что больше нравится Тот кто ее выбирает Ну а это возможность попробовать Кубик который похож на топовый За небольшие деньги То есть вполне вероятно Да даже точно Этот кубик можно замагнитить И получится что-то близкое К профессиональным версиям GAN Единственное Ну гайки здесь уже не поменять Ну здесь они поставили какие-то Посмотрим какие Похожи желтые гайки Вот такие Желто-зеленоватый цвет Не удивлюсь что Гайки подойдут От каких-нибудь предыдущих моделей К примеру возьмем SM Попробуем его вскрыть Сравним гайки Ну скажем похоже Не вберусь утверждать что они точно такие же Но гайки похожи Если у вас есть какой-то Более старый кубик От фирмы GAN То можете попробовать Возможно они и подойдут Зачем я им взял Ну просто мне хотелось Увести GAN Цветном пластике И пусть будет в коллекции Ну и покрутить как он Заодно и покрутим Вращение Вращение Восточно Неплохо Скажем так А для Скажем так Бюджетки В кавычках Все равно По сравнению с другими бюджетками Значительно дороже В районе 1000 рублей В России стоить Но Так себе Бюджетка Скажем так Вращается Неплохо Я специально достал Немагнитный Air Революционный Куб И думаю Что это будет Что-то похожее Но нет Не похоже Ощущения Немного другие Да Общая тенденция Такова Здесь все так же Гибкая крестовина Гайки На Air Вообще никаких сот Еще не было Но Вращение Немножко другое Мне кажется Она погромче То есть Это не такой Тихий Куб Даже возьмем ОСМ Он потише Мне кажется Цвета Цвета Кстати Мне понравились Несмотря на то Что они Отличаются Цветов Которые Сейчас На всех Кубиках В основном Они похожи Вот Такая Более Темная Схема Давайте Соберем И уже Сравним Получше Соберем магнитными кубами, ну и так, в принципе, оно неплохо собирается, сравним с кем, кто у нас тут есть, ну Power M и GTS 3, они имеют похожую цветовую схему, вот у Gana синий, более темный, красный, гораздо более темный, такой насыщенный темный цвет, красный, оранжевый, тоже темный, желтый, ну опять же, на, кто это у нас, Power M, такой яркий цвет, здесь другой, ну белый у нас похож, то есть цвет цвета более темный, хорошо или это плохо, но это дело вкуса, мне в принципе, несмотря на то, что цветная расцветка отличается от привычных мне кубов, она мне не раздражает и даже вполне нравится, внутри черный пластик, внутренние элементы из неокрашенного пластика, сейчас так модно, почему бы и нет, сделаем еще одну сборочку, разберу, попробую разобрать, посмотрим элементы, приятно вращать, я его, как, наверное, догадались, распаковал до анбоксинга, сделал на нем несколько сборок, вполне, вполне интересное вращение, я, наверное, на нем даже на немагнитном, тыченку откручу, возможно, в ближайшее время, но если уж сильно мне захочется, наверное, даже поставлю на него магниты, это мне должно очень сильно захотеться, разбирается очень нехотя, очень нехотя, ладно, не будем ее разбирать, так посмотрим, я картинки приложу, не хочу его раскручивать, менять заводскую настройку, я обычно на заводской сначала покручу, а потом уже настраиваю, если потребуется, уголок флипнуть, в принципе, невозможно, а нет, возможно, но очень тяжело, очень тяжело флипается угол, хвалю компанию ГАН вот за это решение, сделать ГАН доступным, ну даже 1000 рублей, за которым будет продаваться в России, или уже продается на момент выхода этого видео, это вполне приемлемая цена для этого кубика, добавить сюда магниты, и будет отличный кубик, наверное, не всем ему понравится, не факт, что после 1000 сборок он и мне понравится, сейчас у меня фаворит ГТС-3, он меня всем устраивает, был бы еще без рюшек, был бы вообще хорошо, но это опять же дело вкуса, трешка, дело специфическое, и все современные модели сейчас уже хороши, если вам не нужны, так сказать, лишние понты по типу сменных магнитов, сменных гаек, пластиковых боксов, которые, в принципе, и не особо нужны, там красивых картонных упаковок, достаточно только ключик для настройки самого кубика, ну и инструкция, то этот куб вполне подойдет, в принципе, даже вот для новичков, кто только-только вот начал собирать кубик, и вот после своего палаточного хоть что-то получше, наверное, будет отличный вариант, не сильно дорого, достаточно качественно, а на этом, наверное, все, всем спасибо, всем пока!